Всем привет! Возвращаюсь с мастер-классами по вот такой вот рамке для фотографии. У меня фото имеет размеры 15 на 15 сантиметров, но также все здесь подойдет для фото 10 на 15, да, стандартного. Вот, еще мне потребуется из картона вырезанный такой квадрат, он у меня внутри 14 с половиной, чтобы заходило, да, на фото. Плетеный шнур, подложка, клей, вот такой я купила, можно какой-то другой момент, и крючок, ножницы, естественно. Два отрезка отрезаем по 4 метра 20 сантиметров, и вот сначала отмеряем 1 метр 20 сантиметров, вот у меня вот здесь, где был пальчик, где я поставила булавку, он у меня внутри будет лежать короткий отрезок, а снаружи будет лежать длинный. Беру второй отрезок и также метр 20 отмеряю, и вот здесь ставлю булавочку, то есть у меня в центре лежат короткие отрезки по метр 20, а по бокам остались по 4 метра, и я буду оплетать, получается, внутренние отрезки боковыми, делать цепочку из квадратных узлов. Смотрите, как она плетется, надеюсь, что вы умеете, если не умеете, то повторяйте за моими руками. Мы будем делать цепочку из квадратных узлов, и как бы оплетем вот эту вот квадратную рамку нашу, чтобы потом приклеить. Но здесь будет небольшая хитрость, мы не просто будем плести прямо цепочку, мы будем делать боковые вот эти вот скосы, как это называть. Ну, то есть поворачивать вбок, чтобы все было красиво и смотрелось хорошо, потому что если просто прямо сплести, то там будет просто торчать некрасиво. Вот, сначала я плету, вот я по перемычкам боковым считаю по одной стороне 7 квадратных узелков, и потом я буду делать как бы вбок скос. Продолжение следует... Вот я проделала 7 узелков, сейчас можно примерить, вот я сверху или снизу, неважно. Ну, вот снизу я прикладываю, видите, я дошла как бы до боковушки, ну или сверху. И сейчас будем делать боковую махинацию. Как это делается? Мы берем вторую нить, которая у нас в центре, и накладываем на боковую нить вот сверху и выводим в петельку. Далее мы накладываем эту же нить снизу под боковой нитью, самой боковой, и также в петельку продеваем. То есть у нас получилось как будто бы это лицевое крепление, если вы знакомы. Ну, либо вот такая штучка должна получиться с перемычкой. И сейчас, оп, у нас как бы такой получился вбок, да, как бы с костопой. И мы продолжаем плести квадратные узелки. Делаем, опять же, по длине нашей рамки. И у меня тут 11, получается, перемычек по одной стороне. Если у вас фото меньше, то, ну, прикладывайте и смотрите, чтобы потом поворачивать так же. А так я буду делать, получается, с каждой стороны по 11 перемычек с одной из сторон. То есть, да, перемычки не считаю ни по диагонали вместе, так как 22 будет, а по одной стороне 11. Так как у меня 15 на 15 фото, то вот как бы квадратик, да, все будет одинаково. И буду делать такие боковые скосы всегда таким образом. Ну, то есть, брать центральную, ну, одну из центральных нитей, ближе к боковой, на боковую ее сначала сверху, потом снизу, ну, как лицевое кипление. Вот, надеюсь, что вам понятно. Видео все полностью будет доступно. Единственное, я вот здесь вот ускоряю моменты, когда плету просто цепочку из квадратных узелков, но делаю замедленнее, когда перехожу на бок, да. На боковой скос. Вот я вообще решила сделать небольшой уголок для своего ребенка с фотографиями. Сама нафотала черно-белые снимки мне очень понравились. То есть, знаете, так детально, там, спинка, ножка, ручка, в общем, мне это очень такое все нравится. Я вообще люблю фотографии. Если вы подписаны на мой инстаграм, то знаете это. Вот, также я хотела сказать, что я заново появляюсь в инстаграме, особенно в историях, это мое любимое. Вот, так что заходите, смотрите и оставляю также ссылки на ВК, потому что ВК-группа тоже развивается. Оставлю там и мастер-класс, и все. Еще хотела сказать, что помимо макраме, хотя вот это, конечно, очень простой мастер-класс, но меня дико вообще тянет на вязание. Я уже навязала столько сумочек всяких разных, я обязательно сниму небольшие обзоры на YouTube, потому что по ним будут платные мастер-классы, ну, по вязанным сумочкам. Для телефона мне такие прям очень нравятся. И косынку еще связала очень классную. Тоже будет платный мастер-класс, доступен все будет в ВК. Вот, надеюсь, что вам этот мастер-класс понравится. Такая, как бы, простая рамка, но выглядит очень здорово. То есть, можно и на подарок кому-то, можно и дома украсть. Если еще разным цветом, например, еще что хочу сказать, возможно, ширина вашего шнура будет меньше, тогда, наверное, стоит взять больше отрезков, а не два, то есть четыре, да, например. И еще вместо картонной вот этой подложки, возможно, у вас будет рамка, ну, то есть, деревянная. Это, ну, будет тогда лучше даже, потому что картон такая расхляпанная, а деревянная уже намного лучше. Вот мы и подошли к концу нашего плетения. Сейчас с помощью крючка я заведу нити боковые и сделаю квадратный узелок, зафиксирую. А потом клей нам в помощь все склеиваем, отрезаем лишнее и с помощью скотча приделываем нашу фотографию. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это наша рамка готова, довольно просто, но я думаю, что вы узнали что-то новенькое, вот боковой скос. Также вот у меня внизу еще одна рамка, МК по ней будет немного позже, он достаточно сложный. Всем пока-пока!